Продолжение следует... Это на самом деле первое мероприятие наше с марта или даже февраля 2020 года, так что перерыв был очень большой, мы старались вас не собирать во время пандемии, но вроде как все заканчивается и очень хочется как-то возобновить всю нашу просветительскую интеллектуальную деятельность, поэтому я очень рад, что вы сегодня пришли и надеюсь придете еще не один раз. Немного о площадке. Мы сегодня собрались в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении и это наши партнеры на как минимум ближайший цикл мероприятий в области лекции про медтех, в принципе про технологию в здравоохранении. Мы планируем в дальнейшем как-то расширять немного тематически какие-то наши мероприятия и другие области, но как минимум все лето мы точно вам будем рассказывать очень много про медицину, всего самого разного. Сегодняшнее мероприятие будет посвящено теме генетики, в принципе это очень большая тема и наш спикер сегодня будет бороться с очень большой проблемой, чтобы обо всем этом постараться рассказать как-то доступно и понятно. Собственно, я думаю вы уже прекрасно знаете, что наш спикер Дмитрий Кривошеев, давайте его поприветствуем, кандидат биологических наук, директор образовательных программ компании Генетек. Так что если у вас будут какие-то вопросы… На самом деле ваш вопрос очень в тему. Мы раньше на самом деле всегда делали в 7, но у нас была вот эта мысль про то, что как удобнее будет людям в 7 или в 8, мы решили это опытным путем проверить. Так что если у вас есть предпочтения, вы можете в комментариях потом к мероприятию или на нашу почту нашего проекта прислать какие-то свои комментарии, во сколько вам удобно. Потому что планируем мы проводить мероприятие каждую неделю в пятницу. Может быть там, это может быть либо четверг, либо суббота, но в основном мы всегда будем планировать именно в пятницу мероприятие. И вот опытным путем в итоге выясним, что лучше в 7 или в 7.30 или в 8. Наверное, не буду больше отнимать время у Дмитрия. Еще раз давайте его поприветствуем и начнем. Добрый вечер. У нас полтора часа на лекцию и еще полчаса на вопросы. Правильно, Роман? Полтора часа на лекцию и… Полчаса на вопросы. Ну сколько зададут. Да, я рад всех приветствовать в этом замечательном месте. Я представляю компанию «Генотек». Ну и кроме того, я являюсь генетиком, молекулярным биологом. Вот я сам выделял ДНК, ставил ПЦР, получал трансгенные микроорганизмы и трансгенные растения. Вот поэтому, в принципе, в этих вещах кое-что понимаю. И я сегодня хотел как раз рассказать об очень важном направлении генетики. Это та современная генетика, с которой мы сейчас имеем дело. Потому что она изменит наш мир. Она изменит, в общем-то, в какой-то перспективе и саму природу человека. И поэтому об этом, в общем-то, знать неплохо каждому. Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Медициной, юриспруденцией, культурой. Все мы с этим обязательно столкнемся. Ну и хочется начать вот с этого замечательного слайда. Когда я говорю, что я молекулярный биолог, меня спрашивают, как часто я смотрю в микроскопы и вообще как там под микроскопом поживает ДНК. Так вот, чаще всего представляют работу молекулярного биолога как-то вот так. Естественно, мы не можем заниматься ничем подобным. Все, что мы делаем, мы работаем вот примерно в таких вот условиях. Это такая вот очень хорошо вдохновленная как раз реальной лабораторной жизнью пейзажа. Ну вот у нас не всегда так грязно и не всегда такой хаос. Но, тем не менее, это, в общем-то, достаточно неплохо отражает будни молекулярного биолога. Мы имеем дело вот с такими вот приборами. В основном это не очень интересно, достаточно скучные коробки. Чаще всего вы имеете несколько просто кнопочек, что-то туда вводите, а результаты вам выдаются на компьютер. Ну и очень часто мы работаем вот с такими маленькими пробирочками, которые называются Эппендорфы. Они маленькие, пластиковые, тоже такие симпатичные. Итак, с чего началась генетика? Вообще, генетика это как раз та наука, которая развивалась вначале как прикладная. То есть люди вначале научились что-то там разводить. И только потом, спустя много даже тысячелетий, стали вообще вздуматься о том, как это работает. Но очень интересно, что примерно около 10 тысяч лет назад случилась так называемая неолитическая революция, когда люди перешли от охоты и собирательства постепенно к земледелию и скотоводству. Они стали скрещивать некоторых животных. Ну, первое, кого они одомашнили, как мы помним даже по книге Киплинга, кошка, которая гуляла сама по себе, это была собака. Ну, а потом взялись за других замечательных животных и за растения. Так вот, недавно я задумался над этим и удивился. Дело в том, что люди вообще-то долгое время не понимали, что есть связь между сексом и рождением детей. Вот, представляете, 9 месяцев. Одно событие отдалено от другого. И только связавшись с генетикой, с разведением животных, до людей стало как-то доходить, что это вообще-то процессы взаимосвязанные. А раньше это происходило, ну, как-то так, по волшебству. И в течение сотен, десять лет люди умудрились навыводить что-то невероятное. Особенно мне очень нравится, как к этому подошли жители Америк. Да, то есть древние различные цивилизации, типа там майя, ацтеков и так далее. Они умудрились сделать совершенно несъедобные вещи, съедобными. Два примера. Первый пример – это с кукурузой. Дело в том, что дикая кукуруза выглядит вот так, как показано под буковкой А. Ну и, соответственно, вот до такого состояния ее довести было практически невозможно, если бы не упорство этих людей. Интересно, что современная кукуруза, она вообще, в принципе, не способна размножаться без участия человека. Для того, чтобы ее как-то размножить, нужно этот початок растеребить и раскидать семена. То есть, если завтра человечество исчезнет, то послезавтра за ним исчезнет и кукуруза. Ну и еще один пример – это то, что они же умудрились вывести картофель. Дело в том, что дикий картофель, он ядовитый, его совершенно нельзя есть. Но они поставили, они заморочились, они сказали, мы сделаем так, что это можно будет есть. Пробовали неизвестно на ком, то есть нужно же селекцию проводить, на ком-то это отрабатывать. Тем не менее, они умудрились вывести съедобные формы картофеля. Ну, в общем-то, чему мы до сих пор и радуемся. Ну и, как мы понимаем, к 19 веку было выведено огромное количество пород, сортов растений, пород животных. Но при этом люди сталкивались с несколькими серьезными проблемами. Серьезная проблема первая. Когда вы пытаетесь закрепить какой-то признак, вы прибегаете к близкородственному скрещиванию. В результате вы получаете проявление различных вредных признаков. Почему это происходит, мы с вами еще поговорим. Но близкородственное скрещивание, то есть инцест, ну, как бы такое дело, не очень полезное для здоровья. Об этом, например, не догадывались фараоны. Они там в основном, кто должен быть у фараона жена. Естественно, его сестра родная, потому что он же бог на земле. Ну и, соответственно, все это приводило к тому, что через несколько поколений вылезали различные вредные болезни. Точно такая же ситуация происходит при выведении каких-нибудь чистокровных собак. Мопсы – это вообще самые несчастные существа на свете, судя по всему. Таким образом, одна крайность – это близкородственное скрещивание, закрепление признака и, соответственно, проявление всяких вредных признаков и свойств. Если вы, наоборот, прибегаете к отдаленной гибридизации, то вот яркий пример от амул, вы скрещиваете совершенно два разных вида, но последствием этого является бесплодие. Потому что там не сходится число хромосом. И получается, что у селекции имеется огромное количество ограничений. И вот, в общем-то, во многом для того, чтобы преодолеть эти проблемы, люди в середине XIX века стали как-то задумываться о том, что из себя представляет наследственность. Ну и в середине XIX века жило три выдающихся человека, которые сделали очень многое для того, чтобы потом, сто лет спустя, появилась современная молекулярная генетика. Один из них – это самый известный человек. Он был известен и в то время. Это Чарльз Дарвин, это не Лев Николаевич Толстой. Он, как известно, написал замечательную книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». И, в общем-то, объяснил, как работает эволюция. Концептуально, в общем-то, ничего с тех пор не изменилось. Изменились детали, но вот его идея, его основная мысль, она, в общем-то, была объяснена вот еще в середине XIX века. Два других человека, они, в общем-то, остались не очень заметны. Например, Менделе, он так и умер в безвестности. Он был монахом, и именно он смог объяснить, как же на самом деле происходит скрещивание и каким образом происходит наследование некоторых признаков. Но это всем вам известны в школе законы Менделя. Он занимался опытами на горохе. Если очень коротко объяснить, да, обычно школьники очень много помнят всяких ненужных деталей, а магистральную мысль как-то вот она уходит. Дело в том, что для человека, который жил в XIX веке, было совершенно очевидно, что если скрестить желтую горошину, ну, желтый горох с желтыми горошинами, и зеленый горох с зелеными горошинами, то, скорее всего, можно получить что? Желто-зеленый некий промежуточный признак. Это было совершенно очевидно. Так вот, оказывается, и это Менделе показал в своих опытах, так не происходит. То есть есть некий отдельный зеленый цвет, и есть некий отдельный желтый цвет. И дальше Менделе сделал гениальное предположение. Он предположил, что за каждый вот этот вот признак отвечают некие наследственные факторы, которые, значит, встречаются в организме. И, соответственно, один этот наследственный фактор никак не смешивается с другим, а значит, эти два признака, да, значит, не могут смешаться. Фактически он предсказал существование генов, то есть неких единиц наследственной информации, которые не растворяются, не смешиваются, и, в общем-то, он предварил развитие генетики XX века. Но, тем не менее, Менделя, когда он все это открыл, его, в общем-то, никто не понял. Он разослал свои статьи. Ботаникам генетика в то время не было. Вот, никто ничего не понял, потому что он отвечал на те вопросы, которые в тот момент ученые, не занимались ими, они просто эти вопросы не стояли. Ну и, соответственно, еще есть здесь еще один ученый, да, в середине XIX века также живший, это Иоганн Фриде Хмишер, тоже не сильно известный человек, но именно он открыл нуклеиновые кислоты. Он тоже, чем было человеку заняться? Он собирал бинты по больницам, он интересовался, что находится в гнове. Он обнаружил, что в гнове содержится некое вещество кислой природы. Позже было обнаружено, что эти вещества встречаются в большой концентрации в ядрах клеток. И, собственно, ядро это нуклеус, и поэтому было названо нуклеиновые кислоты. Самое интересное, что вот эти три события, три эти открытия, они происходили как бы вообще, независимо друг от друга, но в одно и то же время. И пройдет около ста лет, прежде чем все это объединиться и превратиться в современную генетику и так называемую синтетическую теорию эволюции. Ну, здесь вот, пожалуйста, законы Менделя на мишках. Теперь, для того, чтобы нам разговаривать на одном языке и вспомнить вкратце, как все это устроено, мы помним, что абсолютно любой организм, который живет на свете, если он живой, то у него, его строение, да, это клетки, да, клетка как единица всего живого. Ну и, соответственно, у эукариот, то есть у ядерных организмов в этих самых клетках находятся ядра, а в ядрах находится то, в чем и содержится наследственность, то есть хромосомы. Ну, то есть это как вот про кощей бессмертного, в утке заяц и так далее. Как вы помните, у человека 46 хромосом, да, то есть 23 пары. Половина этих хромосом достается от мамы, половина этих хромосом достается от папы. В какой комбинации они соединятся, это воля исключительно случая. Вот здесь, кстати, показана ошибка, которая иногда даже прям в неких научных докладах встречается. Некоторые люди пытаются объяснить наследственность через вот расплетание ДНК, и потом эти ДНК сплетаются. Так вот это не так. В ребенке соединяются хромосомы. Причем же здесь ДНК. Про это мы еще с вами узнаем. Значит, у человека, как мы уже поняли, в норме 46 хромосом. Уже в 20 веке стало понятно, что именно в хромосомах и сидит та наследственная информация, которой, собственно говоря, заниматься начал еще Мендель. Ну и стало понятно, что некоторые изменения числа хромосом приводят к различным неприятным последствиям. В частности, к наследственным заболеваниям, таких как синдром Дауна. Его в то время называли монголоидизм, в середине даже 20 века. Ну и, например, синдром Клайнфельтера. Ну и синдром Дауна известен всем. Это трисомия по 21 паре. Видите, 21 хромосома представлена не двумя, а тремя экземплярами. А, соответственно, синдром Клайнфельтера, например, это когда у мужчины вместо XY появляется еще одна дополнительная X-хромосома. Это все, что касается классической генетики. Про это люди все знали достаточно давно. А в 1953 году генетика очень плотно соединяется с химией. Дело в том, что в этот момент, кстати, очень многие думают, что Уотсон и Крик, да, это такие самые, можно сказать, известные биологи 20 века, они открыли ДНК. Так вот, они ДНК не открывали, но они расшифровали структуру ДНК. Потому что было понятно уже, что именно ДНК является носителем наследственной информации, но что из себя представляет эта молекула, никто не знал. Ну и вот здесь показана знаменитая их статья, опубликованная 25 апреля. Мы, кстати, 25 апреля всегда празднуем День ДНК. Вот, и здесь показана статья, она маленькая. Я всегда студентам говорю, вот посмотрите, это лист А4. Здесь все очень коротко, но этой информации было достаточно для того, чтобы спустя меньше чем 10 лет эти два человека, вернее, еще и их коллега Уилкенс, получили Нобелевскую премию. Потому что это событие, в общем-то, перевернуло биологию. Биология перестала быть писательной наукой. Она превратилась в науку о неких генетических текстах. И, собственно говоря, это и как раз и будет основная тема, о которой мы сегодня будем говорить. Ну, почему это тексты? Здесь достаточно сложно показана единичка, вот отдельная буковка этой самой молекулы ДНК, которая называется нуклеотид. Ну, и всего разновидности этих буковок 4 штуки. Напомню, что это А, Г, Т и С. Да, аденин, гуанин, тимин и цитозин. С помощью них вот в этой длиннющей молекуле, она, кстати, у человека, если взять и развернуть, то есть примерно 2 сантиметра для молекулы, это очень большие размеры, как вы понимаете. И с помощью вот этих 4-х буковок природа умудрилась записать информацию о нашей наследственности. Значит, отдельные фрагменты ДНК – это гены. То есть это единицы, которые отвечают за проявление какого-то определенного признака. Здесь показано, что есть, например, ген, который отвечает за цвет глаз, и есть некий ген, который отвечает, например, за форму ушей. Кстати, как вы помните из биологии, есть доминантные рецессивные признаки. Что это значит? В школе об этом не рассказывают. Изначально люди были, например, если говорить о цвете глаз, все люди были кореглазыми. И примерно 10 тысяч лет тому назад случилась мутация. То есть в гене случилась поломка. Ну, вы понимаете, если краску не подвезли, то покрасить что-то сложно. Вот этот ген отвечает, собственно, за покраску нашей радужной оболочки. Значит, в гене что-то поломалось, краска не появляется, и глаза становятся серыми и голубыми. То есть все люди, которые имеют серый цвет глаз, вы мутанты. Все мы мутанты по тем или иным признакам. Вот это важно понимать, что, как правило, исходный вариант – это доминантный признак, а какой-то поломанный вариант – это рецессивный. Ну и та мысль, которая мне тоже очень нравится, что ДНК – это молекула, это то, что можно взять, перелить из пробирки в пробирку, растворить и так далее. Но при этом это вещество, оно является носителем некой информации. Это, кстати, очень интересно, что сейчас параллельно с такой классической генетикой, о которой мы с вами будем говорить, развивается другое направление – инфохимия, когда люди используют именно ДНК и какие-то другие большие молекулы для того, чтобы записывать информацию. Дело в том, что по предсказаниям, по прогнозам, правильно говорить, экспертов, где-то в следующие несколько десятилетий основная часть информации, которая вообще будет накоплена нашей цивилизацией – это информация о генетических последовательностях. И именно генетические последовательности сейчас начинают использоваться для записи различных текстов. Например, есть данные МРТ, которые делаются, ими не нужно пользоваться каждый день, а если для каждого человека сделать огромное количество вот этих вот срезов, проекций и так далее, то это огромные массивы данных, это огромное количество информации. И сейчас действительно существуют стартапы, которые предлагают записывать эту информацию в виде, например, ДНК. Очень удобно. Вначале записали, она очень компактная, а потом вы ее можете в нужный момент прочитать. Так что это вопрос, если вы думаете, куда же инвестировать, вот одно из направлений. Итак, это было введение. Сейчас мы с вами будем говорить, собственно, о современной генетике. Это была такая историческая справка для того, чтобы мы могли с вами, во-первых, почтить отцов генетики, а во-вторых, использовать одни и те же термины. Итак, как мы поняли, генетика – это наука о текстах. Кстати, 20-й век – это как раз век генетики, это век поисков отдельных генов, и поэтому журналисты очень любят это до сих пор говорить. Там найден ген того, найден ген сего, а 21-й век – это все-таки век уже геномики. И очень символично, что генетика появилась в 1901 году, а в 2001 году была объявлена о реализации проекта «Геном человека», то есть появилось, в общем-то, все для того, чтобы заниматься геномными исследованиями. Значит, с чем имеют дело генетики? Они имеют дело вот с такими вот текстами. Это взятые, в общем-то, первопопавшаяся последовательность первопопавшегося гена в специальной базе данных. Вот она. Ну и, как вы видите, ничего интересного. Буковка АТГЦЦТГ и так далее, они просто повторяются. Естественно, что это анализировать практически невозможно, поэтому приходится использовать компьютерные различные программы, то есть искусственный интеллект. И, в общем-то, поэтому биологи бывают двух типов. Бывают так называемые мокрые биологи, это те, которые занимаются в лаборатории, они что-то там переливают. Я вот, например, мокрый биолог. А есть так называемые сухие биологи, это биоинформатики. Это те люди, которые работают уже вот с такими массивами данных и, значит, спокойненько, попивая кофе. Мы не можем пить кофе в лаборатории, это нарушение техники безопасности. А они могут, и, соответственно, они анализируют вот эти последовательности. Но мы дружим друг с другом, да, мы помогаем друг другу в поисках истины. Вот это тоже очень важный человек для развития современной молекулярной биологии. Это Фредерик Сенгер. Это уникальный человек. Он был дважды Нобелевским лауреатом по химии. Вообще это единственный дважды Нобелевский лауреат по химии. В первый раз он придумал, как расшифровывать последовательность белков. Вот у нас есть белки, которые, в общем-то, и отвечают за огромное количество функций нашего организма. У нас есть сотни химических реакций, которые протекают в нас, и вот за каждую химическую реакцию отвечает свой собственный белок. Белки, как вы помните, состоят из аминокислот. Так вот Сенгер научился прочитывать, то есть поаминокислотно читать, в какой последовательности эти аминокислоты соединяются, как бусинки в длинных бусах, для того, чтобы сформировать какую-то белковую молекулу. Потом, спустя 20 лет, перед Сенгером возникла другая задача. Он понял, что очень важно научиться расшифровывать ДНК, и смог, он смог, опять же, научиться побуквенно, то есть понуклеотидно прочитывать молекулу ДНК. Естественно, те методы, которые он предлагал, они были достаточно такими муторными, сложными, дорогими в исполнении, медленными, но, как мы понимаем, главное, как-то лиха беда начала, главное начать. Ну и, соответственно, через какое-то время удалось расшифровать огромное количество информации, используя уже куда более дешевые подходы. Ну и здесь показаны классические модельные объекты. Вот это вот эшерихия коли, это кишечная палочка. В каждом из вас ее живет около 2 килограммов. И самое интересное, что ее клеток количество превышает количество ваших собственных клеток. Так что вы это, по большей части, даже не вы, а ваши чудесные обитатели. Но если вы одиноки, то помните, что вы никогда не одиноки, у вас огромное количество различных микроорганизмов. Ну, понятное дело, что это мышь, тоже классический объект лабораторных исследований. Ну и неудивительно, что ее расшифровали достаточно быстро. Это, кстати, второе млекопитающее после человека, для которого был расшифрован геном. Здесь вы также видите дрозофилу, потому что на дрозофиле, она там у нас проскальзывала на слайдах, дрозофил — это такой классический объект для изучения генетики, потому что именно на дрозофиле было доказано, что генетическая информация содержится в хромосомах. Поэтому ее тоже не могли забыть. Вот это вот арабидопсис, это так называемая растительная дрозофила. И несмотря на то, что на 9 животных биологов приходится один растительный биолог. То есть растительная биология, она как бы не очень популярна, но тем не менее, как мы понимаем, те задачи, которые нам предстоит решать в 21 веке, связанные с экологией, с продовольственной безопасностью, они как раз могут быть решены только с пониманием того, что из себя представляет генетика растений. Ну и, наконец, тоже очень забавное существо — это круглый червь, вот он он, это классический объект для изучения генетики развития. Во-первых, он маленький, во-вторых, он прозрачненький, а во-третьих, у него фиксированное количество клеток. И то есть можно очень точно понять, каким образом происходит развитие. Вот это все наши друзья генетика. Ну и, естественно, что главной задачей нашей была расшифровка нашего собственного генома. Так, у нас, Роман, по регламенту, наверное, вопросы все-таки в конце. Да, давайте вопросы в конце, поэтому запоминайте. Если что, мы вернемся к нужному слайду. Геном человека был расшифрован, как уже говорилось, в 2001 году. Это было достаточно дорого. У человека 3 миллиарда нуклеотидных пар, то есть 3 миллиарда вот этих самых буковок. И получилось примерно по одному доллару за буковку. 3 миллиарда долларов в это было вложено. Самое интересное, что на это возлагались огромные надежды. Думали, что мы сейчас расшифруем, и станет все понятно. На самом деле вопросов оказалось больше, чем ответов. В частности, стало понятно, что кодирующих последовательности в нашем геноме всего примерно 1,5%. Остальная часть, 98% до с лишним процентов, было названо пренебрежительно мусорная ДНК. Ну, как-то обычные бывают. Если мы что-то не понимаем, ну, какая-то ерунда. Сейчас мы уже больше понимаем про эту самую мусорную ДНК, про ее функции. Также стало интересно оценить количество активных генов. Их 23 тысячи по самым последним данным. Кстати, программа геном человека, она была доделана, так скажем, буквально недавно. То есть в 2001 году было объявлено о реализации, так скажем, основной ее части. А потом еще ушло около двух десятилетий на то, чтобы на различные доработки. Ну и наш геном, чтобы мы там не думали, он мало чем отличается от геном других животных. Например, у коровы примерно такой же по размерам геном. То есть от того, что мы умные, это не значит, что у нас какой-то выдающийся, имеется выдающиеся особенности генетического материала. А, например, у пшеницы геном значительно больше. Там 17 миллиардов нуклеотидных пар. И здесь, кстати, показано то, как выглядит геном, просто представленный в классическом аналоговом книжном варианте. Здесь видно 23 хромосомы, представленные в виде 23 томов. Ну и, соответственно, половые хромосомы X, Y. Дело в том, есть такая байка, что в 80-е годы советские ученые, советские генетики решили реализовать программу геном человека и расшифровать геном. Но потом пришли физики и сказали, ну вот вы расшифруете, а что вы делать-то будете с этими буквами? У вас получится просто текст, который никак невозможно анализировать. И вот примерно два десятилетия ушло на то, чтобы развились компьютерные мощности, которые, собственно, и позволили осуществить вот эти самые исследования. Мы все ближе и ближе к уже такой потребительской генетике. Этот замечательный слайд показывает то, что согласно закону Мора, это закон, который говорит, что любая технология удешевляется, технология прочитывания ДНК или секвенирования, она, естественно, тоже очень существенно удешевлялась. Причем, как мы видим, в 2008-2009 году произошел достаточно резкий спад этой самой стоимости, потому что появились новые технологии секвенирования, значительно более дешевые. Ну и мы видим, что к 2020 году стоимость расшифровки одного генома составляла уже меньше 1000 долларов. То есть вполне себе курсовой или дипломный проект. Но самое интересное, что и это не предел удешевления, потому что, как выяснилось, для того, чтобы понять про наш геном какую-то основную информацию, не обязательно считывать его побуквенно. Мы можем прочитывать определенные участки, которые являются наиболее часто варьирующими, изменчивыми. Это так называемые СНИПы, СНП, или Single Nucleotide Polymorphism, то есть однонуклеотидный полиморфизм. То есть это одна буковка, которая чаще изменчива. Ну вот здесь для иллюстрации представлены какие-то генетические последовательности вот этих вот уважаемых людей. И мы видим, что вот здесь то, что показано черным, это участки, которые достаточно консервативны, то есть они одинаковые. Есть редко встречающиеся различия, они показаны зеленым. Ну и красным как раз показаны наиболее вариабельные участки. И это позволяет достаточно быстро просчитывать генетическую информацию для большого количества людей, причем достаточно задешево. Это так называемая технология ДНК микрочипов. Мы не будем углубляться в саму механику этого процесса. Нам важно понимать, что есть специальные ДНК и микрочипы. Они такие маленькие, никакого отношения к генетическому чипированию они не имеют. Они достаточно маленькие. Там разложены участки ДНК. Соответственно, по принципу комплементарности туда какие-то участки ДНК могут приклеиваться. Ну и, соответственно, есть специальная машинка, достаточно дорогая, которая является сканером. Она сканирует вот этот самый ДНК микрочип и узнает про каждого конкретного человека, чья ДНК исследуется, какие из этих однонуклеотидных замен у него встречаются, какие варианты. То есть вам не нужно прочитывать 3 миллиарда донуклеотидных пар. Вам нужно просто оценить, какой из вот этих вариабельных точек у вас встречается. И таким образом вы можете за достаточно дешево узнать, ну так скажем, основной массив данных о своем геноме. По этой причине сейчас очень бурно развивается на протяжении уже десятка лет такое направление, как G-VAS, это полногеномный поиск ассоциаций. Как он расшифровывается, здесь показано. Как это работает? Вы берете некую группу людей с неким признаком, видите, они показаны зелененьким, with condition, и другую контрольную группу людей без этого признака. Ну, например, с болезнью и без болезни. Человек, который классно ездит на лыжах, который не классно ездит на лыжах. Вообще без разницы, что исследовать. А потом вы берете, смотрите, биинформатиков, предварительно анализируете ДНК с помощью этих самых микрочипов, смотрите, биинформатиков, и они вычисляют, насколько вот данная точка прочно связана с данным признаком. И в итоге вы получаете вот такие замечательные графики. Их называют манхэттенские диаграммы, потому что они напоминают пейзаж Манхэттена. И, соответственно, чем выше этот небоскреб, как вот здесь показано, тем выше ассоциация между данной генетической точкой и данным признаком. И, собственно, вот эти исследования, они позволили очень многое узнать, о чем я сейчас и расскажу. Но здесь важное замечание, чтобы это работало, нужно иметь большую выборку. То есть нельзя на двух людях взять и провести такие исследования. Такие исследования имеют смысл, если они проводятся на сотнях тысяч, а желательно на миллионах людей. И тогда мы с высокой степенью достоверности можем говорить о связи той или иной генетической точки, того или иного генетического маркера с тем или иным признаком. Итак, сейчас начнется самое интересное. Это послужило основой для развития потребительской генетики, потому что тесты стали доступными. Первыми двумя такими компаниями были американская компания Ancestries, а вторая компания, наверное, на слуху, это 23andMe. Это компания, которая была основана бывшей женой Сергея Брина, основателя Google. И, в общем-то, эти две компании, они находятся территориально прямо буквально через стенку, можно сказать, в соседних зданиях. Это как бы дополнительно подтверждает ту связь между современной биологией, современной генетикой и информатикой, и вообще сферой IT. Ну и, собственно, в России в данный сегмент еще более 10 лет назад об этом задумывались два выпускника МГУ, Валерий Ильинский и Артем Елмуратов, собственно, основатели компании Genotech. И вот они сказали, а почему же у нас в России нет ничего такого? И они основали компанию Genotech, которая, собственно, и является ключевой компанией на рынке потребительской генетики в нашей стране. Самое интересное, что генетический тест долгое время и вообще изначально интересовал людей в связи с поиском родственников. Классический генетический тест дает возможность найти около 300-500 родственников из тех людей, которые тоже сдали свой генетический тест. Что делать с этими родственниками, это уже каждый решает сам, но, тем не менее, найти этих родственников генетический тест позволяет достаточно успешно. Другой вопрос, что там будут недвоюродные родственники ваши. Было бы странно, если бы вы не знали о своих двоюродных сестрах и братьях, хотя и такие случаи бывают. Некоторые люди узнают, что они там приемные. То есть есть разные последствия у сдачи генетических тестов. Я не буду рассказывать на конкретных людях, но, тем не менее, поверьте, у нас историй много накопилось. Очень любят люди сдавать генетический тест для того, чтобы узнать про свой этнический состав. Здесь, опять же, важно понимать, что это значит, что мы вкладываем в данную информацию. Если вы, например, получаете информацию о том, что у вас есть 51% албанцев и 36% русских, что это значит? Это значит, что у вас, а мы оцениваем вот эти самые точки, у вас, значит, 36% совпадает с теми людьми, которые считают себя русскими. И, значит, соответственно, 51% с теми людьми, которые считают себя албанцами. Понятно, что нету никакого эталонного русского, где-то там кто-то сейчас плачет, я думаю, нет никакого эталонного албанца. Это, кстати, очень хорошая новость для тех, кто пугается создания этнически ориентированного оружия. Небольшой спойлер, его в принципе нельзя создать. Его можно было бы создать, если бы был какой-то один конкретный ген русского человека. Вот тогда бы можно было создать какой-нибудь вирус, который конкретно по этому гену бьет и так далее. Мы, к счастью, живем в мире, который немножечко по-другому устроен. Нас русскими делают сотни и тысячи различных вот этих вот точек, многие из которых встречаются также с высокой вероятностью у белорусов, украинцев, чехов, поляков и так далее. Поэтому основная идея вот этого этнически ориентированного оружия, его селективность, вот она-то как раз и не работает. Потому что если вы захотите создать такой вирус, который, не знаю, уничтожит 80% русских, вы еще 70% белорусов грохнете. А русских не всех, да, потому что не у всех встречается это. Соответственно, и так далее. Еще вы косите половину Европы. Поэтому это хорошая новость. Этнически ориентированное оружие создать нельзя. А кроме того, да, вторая положительная новость, почему это делать не нужно, даже если вы создадите вирус, который ориентирован на кого-то одного, через какое-то время он проэволюционирует и перекинется на всех остальных. Поэтому все эти пугалки про биологическое оружие, значит, я с полной уверенностью могу сказать, что бояться здесь. Не этого нужно бояться. Кроме того, в отношении, значит, поиска родственников можно найти и других родственников, значит, древних достаточно, да, неандертальцев. Дело в том, что у нас имеется определенная доля ДНК, которая нам досталась вот от этих чудесных людей, которые жили там до 40 тысяч лет тому назад. Вот. Ну и известно, что европейцы, которые вышли, те, кто станут европейцами, да, те, которые вышли из Африки, они как раз там встретили неандертальцев и с ними скрещивались. Так вот у нас, как у европейцев, есть ДНК, доставшаяся от неандертальца, а вот у жителей Африки, например, нет. У меня, кстати, ДНК неандертальцев чуть-чуть больше, чем у среднестатистического человека, который сдавал тесты в генотеке. Как мне это помогает? Никак, совершенно не помогает. По поводу исчезнувших видов. Часто задаю такой вопрос, можно ли что-нибудь такое восстановить. Можно, если эти фрагменты ДНК найти. Например, динозаврячая ДНК, она деградировала, она разрушилась, поэтому того, что вы видели в парк юрского периода, навряд ли можно сделать сейчас. Тем не менее, можно будет через какое-то время сгенерировать ДНК, то есть ее написать в последовательности и постараться создать вот что-то такое. То есть в некой перспективе, завтра динозавров мы не увидим, но в некой перспективе нечто такое нагенерировать можно. Но это так, к нашей достаточно глубокой старости. А вот, например, какого-нибудь мамонта можно воссоздать, я думаю, достаточно в ближайшее время. Ну и вы знаете, что такие проекты реализуются. Теперь, значит, про здоровье. То есть поразвлекаться поразвлекались, какое-то время люди поузнавали про своих троюродных, пятиюродных братьев и сестер, но потом оказалось, что потребительская генетика, она позволяет заниматься и серьезными вещами, она позволяет узнавать про предрасположенности к различным болезням. Очень редких случаях встречается ситуация, когда всего-навсего одной единственной точки, а конкретно даже поломки в этой точке, достаточно для того, чтобы последствия были фатальными. Ну классический пример – это серповидно-клеточная анемия, про которую даже школьники в школе изучают. Что это такое? Есть вот эти замечательные клетки. Они, так, знаете, это отложенная шутка была. Клетки-эритроциты, все их знают, да, все они содержатся у нас в бумажке анализ крови, которая называется. Это красные кровяные тельца, которые содержат гемоглобины, которые питают наш организм кислородом. Это такие маленькие машинки, которые переносят кислород по нашему организму. Почему они это эффективно делают? Потому что в них содержится белок, который называется гемоглобин. Ну и мы помним, что гемоглобина должно быть достаточно много, для того, чтобы кровоснабжение было нормальным. Соответственно, поскольку гемоглобин – это белок, то есть ген, то есть участок ДНК, в котором записано, как этот белок устроен, то есть в какой последовательности аминокислоты выстраиваются в этом самом белке. И вот мы видим здесь ДНК в норме, это кусок гемоглобина, гена гемоглобина. Это, собственно говоря, кусок белка гемоглобина. А здесь мы видим поломку. В норме должна быть буковка Т на этом месте, то есть ТИМИН, а в результате случайности, опечатки, здесь возникает аденин. В итоге аминокислота одна заменяется на другую, и белок гемоглобин неправильно сворачивается. Поскольку он неправильно сворачивается, то клетка тоже неправильной становится, она становится серповидной. Вот здесь видны вот эти нити неправильного гемоглобина. И эти самые серповидные клетки, они склеиваются, ведут себя плохо, забивают кровеносные сосуды, и у человека вместо того, чтобы эти клетки переносили кислород, они наоборот делают так, что его ткани страдают от недостатка кислорода. В итоге мы получаем недостаточность снабжения всех органов и тканей, это приводит к сердечной, легочной, почечной и так далее, всяким разным недостаточностям. И это та ситуация, как у маршака. Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот эта ситуация, когда мы видим катастрофические каскадные вот эти последствия, а в результате всего-навсего замены одной какой-то буковки на другую. Тоже нравится очень пример. Вот примерно такая же ситуация с гемофилией. Там тоже всего-навсего одна буковка заменяется на другую, а в итоге, пожалуйста, у человека не сворачивается кровь. А если вспомнить, что у царевича Алексея была именно такая ситуация, это в каком-то смысле поспособствовало, поспособствовало революции и распаду Российской империи, тут можно задумываться о том, что да, одна точечная мутация может приводить к катастрофическим последствиям. Понятное дело, тут не такая причина, наследственная связь прямая, но точечная мутация здесь тоже определенную роль сыграла. Так вот, все ли мутации плохие? Оказывается, даже такая плохая мутация, как вот серповидно-клеточная анемия, она имеет ситуации, когда она не такая уж и плохая. То есть на свете нет ничего абсолютно хорошего, нет ничего абсолютно плохого, все зависит от условий, где это проявляется. Здесь показана карта распространения вот этой самой серповидно-клеточной анемии, вот здесь, и мы видим, что в некоторых местах в Африке значительное количество населения являются носителями гена этой самой серповидно-клеточной анемии. А соответственно, когда стали вникать, в чем же тут причина, оказалось, что это достаточно неплохо накладывается на картину распространения малярии. И оказалось, что малярийный плазмодий, вот он в норме, это вот его жизненный цикл, он поселяется в эритроцитах, эти самые эритроциты разрываются, человек страдает, в итоге, значит, погибает с высокой долей вероятности. Так вот оказалось, что в серповидные вот эти эритроциты, неправильно уложенные малярины, плазмодий залезть не способен. И получилось, что иногда выгодно иметь легкую форму вот этой самой серповидной клеточной анемии, то есть ты чувствуешь себя, может, ну не так хорошо, но с другой стороны, да, и тебя не убивает малярия. Таким образом, получается, что из двух зол эволюция выбрала меньшее. Так что к вопросу о мутациях. Даже плохие, казалось бы, мутации иногда могут помогать жизни. То, что касается встречаемости у нас различных вредных мутаций. Это так называемые мутации, которые приводят к орфанным заболеваниям. Ну вот наверняка многие слышали про сбор каких-то невероятных миллионов на лечение ребенка, причем речь идет о том, что на какое-нибудь там несколько порций лекарства нужно собрать там несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей. Это как раз случай с орфанными заболеваниями. Да, дело не в том, что эти лекарства сделаны там из золота или из каких-нибудь других драгоценных субстанций. Дело в том, что на разработку любого лекарства нужно потратить определенное количество денег. Но если у вас много потребителей этого лекарства, то, соответственно, стоить это будет на единицу на одного пациента достаточно дешево. А если это редкое заболевание, то, естественно, приходится как-то окупать эту самую разработку. Отсюда такие баснословные цены. Ну и вторая проблема с орфанными заболеваниями в том, что поскольку они встречаются редко, то большинство медиков в своей практике такого человека с таким заболеванием встречают в среднем ноль раз. И потом, когда они его встречают, они его начинают лечить симптоматически, то от одного, то от другого, то от третьего. И десятками лет такие вещи продолжаются. Большинство орфанных заболеваний, они, конечно же, проявляются достаточно рано, но достаточно много проблем с заболеваниями, которые проявляются на поздних стадиях. Здесь также важно, конечно же, помогать тем людям, которые родились и страдают от этого. Но крайне важно знать информацию о своем генетическом статусе в отношении этих самых орфанных заболеваний. Дело в том, что если вы являетесь носителем такой болезни, а я напоминаю, у нас двойной набор хромосом, то есть вы чаще всего не знаете о том, что вы являетесь носителем такой болезни. Все мы в среднем являемся носителем одной-двух таких точечных мутаций. Но это у нас никак не проявляется, потому что одна хромосома с этой самой поломкой, она компенсируется другой хромосомой, которая не имеет этой самой поломки, и поэтому мы это никак не чувствуем. Но если у супруга или супруги имеется точно такая же поломка в этом самом гене, то в соответствии с законами Менделя, вот, пожалуйста, в данном случае 25%, вероятность рождения ребенка с такой болезнью. То есть у него оба варианта будут испорченными, мутантными, и это приводит к тому, что проявляются такие страшные болезни. То есть вообще двойной набор хромосом это как раз та штука, которая позволяет нам от этого не страдать. Так вот, очень важно об этом знать, и генетический тест как раз эту информацию позволяет дать, и в некоторых странах даже разрешение на брак дается только в случае, если супруги прошли генетический тест. Правда, опять же, если даже обнаружили вы, что у вас вот такая ситуация, то отчаиваться не стоит, просто нужно все это дело контролировать, внимательно за этим следить, посещать специалистов, и тогда вы можете все это дело, эту вероятность свести к минимуму, и, соответственно, у вас родится здоровый ребенок. Большинство, о чем мы сейчас говорили, это так называемые моногенные заболевания, которые связаны с одной какой-то точкой. Это достаточно ограниченный спектр заболеваний. Сейчас в России орфанных заболеваний около 200 штук. Большинство наших признаков и заболеваний, в том числе, являются мультифакторными. То есть они в значительной степени зависят не только от генетики, но и от нашей среды, в которой мы живем, и от образа жизни. И, кстати, образ жизни для человека – это очень важный фактор окружающей среды. И это, кстати, хорошая новость, потому что для нас важной частью окружающей среды является наш образ жизни, который мы сами для себя и создаем. Вот для того, чтобы отделить вклад генетики от средового вклада, как это сделать? Для этого использовался часто, сейчас используется близнецовый тест. Этот, кстати, или близнецовый метод, этот метод достаточно известен. Если вы помните, даже Альберт Эйнштейн, когда говорил о теории относительности, он там представлял некий мысленный эксперимент про то, что один брат-близнец остается на Земле, а второй полетел в космос кораблетом, который двигается со скоростью света. Это все как раз повторение идеи эксперимента близнецового метода. То есть когда у вас у двух людей абсолютно одинаковый генотип, а почему он у них одинаковый? Потому что бывают иногда случаи, происходит оплодотворение яйцеклетки, в норме из этой оплодотворенной яйцеклетки должен развиться один организм, но так получается, что клетка делится, и получается две оплодотворенных яйцеклетки, из которых каждый дает независимое развитие организма. Генетический материал у них идентичен, они абсолютно похожи в момент рождения, а затем их пути дорожники начинают постепенно расходиться, и они тем сильнее расходятся, чем в более контрастных условиях эти люди живут. Естественно, что, наверное, никто не проводил каких-нибудь бесчеловечных экспериментов. Одного близнеца садят в Букингемский дворец, а второго отправляют в африканское какое-нибудь поселение, и посмотреть, что у них получится. Но тем не менее, может, еще в африканском поселении он бы и более здоровым жил. Но тем не менее, например, в Америке отмечались случаи, когда люди попадали в детские дома, и потом близнецы оказались разлученными, жили долгое время в разных штатах, и это позволяло как раз определить вклад окружающей среды в развитие тех или иных признаков. Ну вот здесь, кстати, показано, почему однояйцевые близнецы похожи друг на друга. Ну, в смысле, не просто похожи, они идентичны друг к другу, и они всегда одного пола. Никогда не бывает так, чтобы близнецы были разных полов, однояйцевые близнецы. А вот это, двухяйцевые близнецы, это фактически родные братья и сестры, которые рождаются одновременно. Кстати, очень часто задают вопросы про клонов. Вот здесь как раз про клона имеет смысл сказать. Дело в том, что клонирование, это даже не совсем генетические технологии, клонирование, это скорее клеточные технологии, которые позволяют фактически создать вот этого самого однояйцевого близнеца, но, значит, в искусственных условиях. То есть часто представляют клона, как человека вот точно такого же возраста и точно с такими же какими-то признаками. На самом деле это не так, когда если кто-нибудь захочет создать клона, то вы на самом деле что сделаете? Вы создадите своего собственного однояйцевого близнеца. Соответственно, здесь показана схема опыта с овечкой долей. Мы взяли донора некой клетки, причем, обращая внимание, эта клетка берется не половая, это берется любая клетка тела. Берется яйцеклетка, из этой яйцеклетки удаляется ядро, вставляется то ядро, которое нужно, для того, чтобы вас, например, или овечку клонировать. Ну и затем находится некая суррогатная мать, которая это все вынашивает. И через какое-то время появляется вот такая замечательная овечка, которая является точной копией овцы А, но фактически это ее однояйцевый близнец, но просто маленький. А дальше все зависит от условий. Если она попадет в одни условия, она вырастет такой, если она попадет в другие условия, она будет отличаться, естественно. Поэтому к вопросу о том, может ли клон сохранить воспоминания, разумеется, нет. Он не может, потому что он пройдет свой собственный жизненный путь, и уж какие воспоминания у него появятся, с такими он и будет жить. Ну и, кстати, про клонирование. Запомните, все вы занимались клонированием. Дело в том, что когда вы рассаживаете картошку, вегетативно ее размножая клубнями, это и есть не что иное, как клонирование. Так что все вы клеточные биологи и генетики. Возвращаемся к генетическим тестам. Так вот, мультифакторные заболевания тоже можно отслеживать с помощью генетического теста. Здесь показан целый ряд заболеваний, причем их риск меняется с возрастом. И, соответственно, это также можно отслеживать. Правда, когда вы говорите о мультифакторных заболеваниях, необходимо, чтобы вы заполнили еще специальную анкету. И в этом случае вы сможете с большей вероятностью отследить риск возникновения той или иной болезни. Ну и поскольку у нас сегодня выступление началось как раз с воспоминания о 2020 годе, о инфекции COVID-19, то здесь можно как раз проиллюстрировать, как работает современная генетика с новыми всякими болезнями уж куда новее. Новее только ОСПА-обезьян. Дело в том, что буквально через несколько месяцев после того, как началась пандемия, международное сообщество научное, оно поняло, что пора изучать генетику COVID-19. То есть, несомненно, есть различные варианты генетических маркеров, которые связаны с тем или иным протеканием этой болезни. И был создан специальный консорциум. И вот здесь на карте показано, что как раз генотека представлял Россию в этом самом консорциуме. Это исследование, оно спонсировалось со стороны Яндекса. И вот в 20 веке все, наверное, следили за этой статистикой. И если прокрутить ниже, то можно было прочитать предложение, принять участие в исследовании генетики COVID. Это могли сделать только те люди, которые переболели COVID в тяжелой форме. Этим людям давали возможность дать генетический тест совершенно бесплатно. И они составляли как раз нашу выборку для проведения исследований. Всего это исследование проводилось в 19 странах. Видно, что 2 миллиона людей выступали в качестве контроля. То есть у них течение болезни было легким. Ну и, соответственно, около 50 тысяч человек выступали в качестве группы с тяжелой формой. То есть они либо в тяжелой форме болели, либо даже умерли. Ну и таким образом, опять же, с использованием того подхода, о котором я говорил, полногеномного поиска, ассоциации, было обнаружено 13 генетических точек, которые были ассоциированы с более легким или более тяжелым протеканием COVID. Было найдено 4 точки, которые способствовали тому, что у человека, имеется в виду варианта вот в этих 4 точках, когда человек болел COVID в более легкой форме. Ну и, соответственно, 9 точек, которые отвечали за более тяжелое протекание ковида. Естественно, эта информация крайне важна, потому что можно заранее сказать, человек попадет в реанимацию, готовить ли под него, условно говоря, койку. Или наоборот, он достаточно легко отделается. Понятное дело, что есть и другие различные направления, связанные с медициной и анализом мультифактных заболеваний. Вот это все, то, что здесь перечислено, тоже имеет генетический вклад. Можно изучать особенности нашего обмена веществ. То есть некоторые люди, у них есть проблемы, например, с витамином С, его усвоением и так далее. Соответственно, об этом тоже неплохо знать для того, чтобы формировать свой рацион. Это крайне важно, например, тем же самым спортсменам. И очень интересное направление, которое развивается сейчас, так называемая фармакогенетика. Потому что не все йогурты одинаково полезны, точно так же не все лекарства одинаково полезны. Мы живем долгое время, человечество живет, в парадигме медицины, так называемой когортного подхода, когда вы берете какого-то усредненного пациента, чаще всего какого-нибудь мужчину средних лет, значит, отбираете его в группу для клинических исследований, и потом на основе этих клинических экспериментов делаете вывод об эффективности того или иного препарата. А если вы, например, сталкиваетесь с каким-нибудь коренным населением, вот я не так давно был в Якутии, так вот им некоторые препараты для эффективного лечения, то есть самая онкология, нужно, например, там уполовинивать дозу или еще меньше ее давать. И получается, что нужно болезнь лечить, вернее, нужно лечить конкретно совершенно пациента, а не усредненного пациента. И в этом смысле, конечно же, генетика, генетика на том уровне, в котором она сейчас находится, она позволяет переходить к так называемому персонифицированному подходу, когда вы с учетом особенностей конкретного человека, я не говорю только о генетике, это и количество микроэлементов, количество витаминов, гормональный статус и так далее, но генетика, естественно, позволяет открыть массу информации именно для индивидуального подхода и, соответственно, прописывание определенных препаратов в определенных дозировках. Мне, например, варфарин нельзя давать, потому что он мне будет вызывать побочные эффекты. Об этом вы очень тоже неплохо знать, но откуда же ты об этом узнаешь заранее. А вот генетический тест как раз позволяет делать в клинической практике. По поводу того, что во всем виноваты гены. Вот мы сейчас с вами говорили о вещах, которые достаточно физиологические, анатомические и так далее, которые для нас не сильно оскорбительны. Ну, вот есть мутация, есть болезнь. Но гены наши влияют еще и на наш богатый внутренний мир. Вот такие показатели, ну ладно, бог с ним, переносимость лактозы, но отношение к алкоголю, ощущение вкуса, вкусов различных, чувство насыщения, реакция на кофеин, то есть вштыривает вас кофе или нет, это тоже заложено в ваших генах и от того, какой вариант гена у вас встречается, так и вы относитесь к различным вот этим воздействиям на ваш организм. Самое интересное, что генетически можно определить вашу предрасположенность, уж казалось бы, к чему, к видам спорта. Опять же, как правятся эти эксперименты? Нет какого-то уникального гена бобслииста, например. Но можно провести то исследование, о котором вы уже сами говорили. Вы можете взять лучших бобслиистов, лучших боксеров, лучших велогонщиков и определить, какие генетические маркеры у них встречаются. И, соответственно, вы выявите, что действительно есть некоторые точки, которые показывают высокую степень ассоциированности с тем или иным признаком. Таким образом, вы можете это узнать заранее. Другой вопрос, что вы с этим будете делать. Потому что тут, опять же, нужно взвешенно ко всему подходить. У меня, например, есть гены выдающихся боксеров. Я об этом узнал недавно, год назад. Может быть, если бы мама меня отвела на ринг, дала бы перчатки боксерские. Может, я перед вами бы не выступал, а выступал бы в другом месте. Впрочем, я ни о чем не жалею. Но, мне кажется, эта информация достаточно интересная и полезная. Опять же, хотя бы с той точки зрения, что если человека чуть-чуть подтолкнуть и дать возможность попробовать, а если у него есть предрасположенность, то у него, скорее всего, получится. Скорее всего, еще раз подчеркну. А если ему получится, то, соответственно, ему будет нравиться и он будет двигаться в этом направлении. То есть не надо, конечно же, за уши заставлять ребенка, который любит лепить из пластилина, идти на боксерский ринг. Но, тем не менее, это важная информация, которая может помочь людям сориентироваться в том же самом виде спорта. И, кстати, в некоторых странах, открою завесу маленькую тайну, проводится предварительное тестирование перед отбором в секции, которая уже нацелена совсем на спорт высоких достижений. Потому что очевидно, что генетика здесь имеет свой значительный вклад. Ну вот здесь, например, показан целый ряд генов, которые отвечают за физические успехи в различных видах спорта, связанных с развитием мышц, например, силы мышечных сокращений, работа сердечно-сосудистой системы. Понятно, что это все абсолютно физиологические параметры, которые, естественно, обусловлены работой определенных белков и, значит, соответственно, определенных генов. Есть также гены, для которых установлена связь с, например, абсолютным слухом. Есть гены, для которых установлена связь с памятью, потому что, опять же, наша память – это развитие нейрон-нейронных взаимодействий. Нейроны – это клетки головного мозга. То, как они друг к другу подрастают, как они взаимодействуют – это тоже абсолютно физиологические, механистические процессы, которые тоже генетически обусловлены. Ну и здесь вот показаны очень интересные данные. Они вообще страшноватенькие, я бы даже сказал, потому что людям становится не по себе, когда об этом рассказываешь. Хорошо, отдельный какой-нибудь признак, интеллект и так далее. Но можно, оказывается, посчитать такой показатель, как длительность образования. Как можно посчитать длительность образования? Путем просто сложения месяцев, которые человек провел за школьной, за студенческой скамьей и так далее. Ну, кто-то там проучился три класса, кто-то девять классов, а кто-то, не знаю, докторскую диссертацию защитил. Соответственно, этот показатель просто топорно складывали для различных людей и смотрели, как это связано с их генетикой. И было установлено, было найдено 74 точки, которые с высокой достоверностью, ассоциированы с таким показателем, как длительность обучения. А потом провели еще и более интересный эксперимент. Ученым дали просто данные о генетике, то есть данные геномного анализа, и сказали, вот вы ничего не знаете про этих людей, а разложите-ка их по стопочкам, условно говоря, по когортам. Кто получил небольшое образование, кто мало учился, кто много, а кто дольше всех. И когда эти карты были вскрыты, то оказалось, что все совпало. То есть генетически запрограммирован не только интеллект, но генетически обусловленный такой показатель, как долго вы будете учиться. Правда, тут надо отметить, что большая часть этих точек, они действительно связаны с развитием головного мозга и так далее. Ну это очевидно, что если человек хорошо развит интеллект, то, скорее всего, он дольше учится будет. Что из хороших новостей? По законам статистики, большинству людей досталось примерно половина вот этих вот точек в хорошем варианте, а половина в плохом. Совсем уж мало неудачников, для которых по всем 74 точкам все плохо, ну и не так уж много счастливцев, у которых по всем 74 точкам все замечательно. Как вы знаете, популяция стремится к среднему, поэтому большинство людей получают образование по времени среднее для популяции. Все, о чем мы говорили, это была генетика и работа генетиков по чтению генетической информации. То есть здесь еще мы не пытались никаким образом вторгаться в генетическую информацию и каким-то образом ее менять. Но поскольку есть тексты, естественно, людям достаточно давно захотелось эти самые тексты оправить, корректировать, редактировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как людям это удавалось. И вот с этим, конечно, связано большое количество различных вопросов, опасений, страхов и так далее. Про то, что ГМО – это невероятно страшно. Опасны ли генетически модифицированные организмы? Что такое генетические модификации? Это перенос генов из одного организма в другой. То есть то, чего на белом свете вообще не должно было быть, если бы в это не ввязался человек. Самый первый результат, такой вот экономически важный и, главное, социально значимый – это получение так называемого рекомбинантного инсулина в конце 70-х годов. В 1978 год вы понимаете, что инсулин – это гормон, который необходим для правильного обмена глюкозы. Соответственно, если инсулин не вырабатывается, то возникает страшное заболевание, которое называется сахарный диабет. И долгое время оно было прям смертельно опасно, потому что долгое время было вообще непонятно, почему оно возникает. В начале 20 века стало понятно, что нужно вводить инсулин, но где его взять? Поэтому долгое время использовали препараты из поджелудочной железы, там, животных различных, там, тех же самых поросят. Но это сколько надо поросят перевести, чтобы обеспечить диабетиков инсулином. Поэтому инсулин был дорогим, он был малодоступным, и люди продолжали страдать. Что же сделали генные инженеры? Они взяли ген человеческого инсулина, вот он, они взяли у бактерии специальную маленькую кольцевую ДНК, которая называется плазмида. Вообще бактерии, они умеют друг с другом обмениваться генетической информацией, и для этого они маленькие эти кольцевые ДНК и используют. И человек, генный инженер, встроил ген инсулина человека в эту самую плазмиду, и в виде этой самой плазмиды поместил в бактерию. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем ДНК, бактериальную, но при этом в этой самой бактериальной ДНК находится ДНК человека. И мы получаем первую в мире бактерию, которая научается синтезировать прям человеческий инсулин. Вот тот поросячий инсулин, который вводили, у него еще был какой-то недостаток? Это был не человеческий инсулин, а поэтому он вызывал различные аллергические реакции. Ну или мог вызывать, да? Не всегда вызывал, но иногда это случалось. Соответственно, человеческий инсулин у человека таких реакций, естественно, не вызывает. А кроме того, бактерии никому не жалко, их можно выращивать на питательных средах, все это становится достаточно дешево и, соответственно, доступным. Поэтому вот, пожалуйста, пример первого успешного внедрения трансгенных организмов. И кто говорит, что ГМО – это плохо, ну вот скажите об этом диабетикам, которые все сейчас, собственно говоря, используют этот самый рекомендаторный инсулин. Здесь также показаны интересные примеры. Вот это знаменитые светящиеся трансгенные поросята. В них был строен ген из медузы. Это флюоресцирующий белок. И вот здесь показана, собственно, медуза. Здесь показан вот этот белок, как он выглядит с точки зрения своего строения, своей структуры, он достаточно красивый. Ну и, соответственно, этот ген встроили в поросят. Они начали светиться. В этом нет ничего удивительного. Эти поросятам уже этой технологии несколько десятков лет. Естественно, это использовалось для медицинских целей, а не для того, чтобы просто поразвлекаться. Дело в том, что если вот этот кусочек этого светящегося гена можете присоединить к какому-то другому гену, то вы можете отслеживать встраивание какой-нибудь генетической конструкции. И таким образом узнавать, куда у вас что там встроилось или наоборот не встроилось. Ну и здесь тоже интересный пример. Он достаточно такой забавный. Это так называемая коза-паук. Естественно, коза-паук, она выглядит не так. Это фантазия художника нашего замечательного из компании Genotech. А вот она, как выглядит в реальности. Значит, в нее встроили ген паука. Конкретно ген, отвечающий за синтез паутинного белка. Зачем это нужно? Дело в том, что паутина является очень прочной. Она по своим прочностным характеристикам превышает сталь и даже кевлар. Кевлар – это материал, из которого делаются бронежилеты. Так вот, вы можете получить козу, которая бегает, доится, а в составе ее молока встречается как раз этот самый паутинный белок. Вы, соответственно, молоко сдаиваете, белок отделяете и получаете замечательный материал. Кроме того, это вот биотехнологии, чем они хороши. У вас коза – это завод, который сам еще и размножается. Вам нужно вложиться в создание одной козы, а уже дальше там природа возьмет свое. Таким образом, мы видим, что генной инженерии – это не только про здоровье, это еще и, пожалуйста, про создание новых материалов. Ну и, как вы понимаете, естественно, значительная часть трансгенных организмов – это различные агрикультуры. В первую очередь, это хлопчатник, кукуруза, картофель, соя, которые уже очень широко применяются, например, в США, потому что в США ГМО не запрещено. И, кстати, поэтому у них сельское хозяйство за счет ГМО, собственно, получает достаточно высокие прибыли, потому что это как раз способ получения урожайных, а главное устойчивых сортов растений. Ну и был замечательный пример, когда у людей, вы знаете, в Азии есть проблемы не только вообще с питанием. У них вообще 2 миллиарда людей, которые голодают на нашей планете, значительная часть из них живет в Азии, они утром не знают, чего будут есть вечером, но дело не только в белках, жирах и углеводах, но еще и в витаминах, которых тоже не хватает в их рационе, и у них, в частности, не хватает витамина А. А, соответственно, для того, чтобы повысить концентрацию, люди предложили, ученые предложили создание так называемого золотого риса, поскольку у него повышено содержание бета-каротина, а бета-каротин – это то, из чего наш организм, собственно, и делает витамин А. Так вот, был создан золотой рис, он прямо золотой, от того, что эта каротина, бета-каротина, там очень высокая концентрация. Но, к сожалению, противники ГМО там серьезно постарались и повредили плантации с этим самым золотым рисом, ну и эта эпопея там продолжалась достаточно много лет. И поэтому здесь показаны два подхода, два отношения к теме ГМО и трансгенных организмов. Одна это, пожалуйста, пугалка, с одной стороны, а с другой стороны это история про то, что… Спасибо, Greenpeace, за то, что вы нас спасли от золотого риса. Мы понимаем, что в наших условиях, а мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом населения, неприменение современных генетических технологий, оно не позволит просто решить и продовольственные проблемы, и экологические проблемы, которые сейчас выходят на первый план. Кстати, если будет вопрос, может я его предварю по поводу страха перед ГМО, большинство ведь думают, что если мы едим трансгенный организм, то ДНК некое встраивается в нас, и что-то с нами страшное случается. Я всегда говорю, что мы тысячелетиями ели яблоки, ни в кого еще не встроился ген яблока, и яблоком тоже никто не стал, потому что у нас вообще в желудочно-кишечном тракте имеются специальные ферменты, которые расщепляют нуклеиные кислоты, и поэтому то, что мы употребляем с пищей, в общем-то, эти нуклеиные кислоты в нас никак не попадают, никак нас не трансформируют. Ну и следующим этапом развития генной инженерии является генетическое редактирование. Дело в том, что генная инженерия классическая, которая уже не 40 лет получается, больше, она основана на встраивании определенных генетических фрагментов из одного организма в другой организм. Сейчас мы смогли перейти на еще более ювелирный уровень, когда мы можем с помощью молекулярных ножниц брать и редактировать генетическую информацию на уровне одного нуклеотида. То есть вы можете одну вот эту буковку, то же самое серповидно-клеточное, не имеет теоретически, взять и заменить на правильную. И у вас белок уже складывается правильный, а не неправильный. Ну вот здесь показано, как это условно-схематично работает, но по сути это действительно молекулярные ножницы. Есть определенная часть системы, которая находит вот этот вот фрагмент, есть та часть системы, которая вырезает то, что не нужно, и значит встраивает то, что нужно. Ну и была известная история, связанная как раз с редактированием генома, о котором мы сейчас уже завершая нашу лекцию поговорим. Есть такой ген CCR5, это ген, который отвечает за клеточный рецептор. Вот здесь показан этот самый белок. Он встроен в мембрану. Интересно, что он обуславливает устойчивость к вирусу. Дело в том, что вирусы это такие достаточно специфические штуки, которые не способны встраиваться в любую первую попавшуюся клетку. Нам кажется, что вирус это что-то такое злобное, которое мечтает везде, куда ни попадя, встроиться. Ничего подобного. Он на самом деле очень капризный. Он способен пройти далеко не в каждую клетку даже определенного организма. Ему нужна определенная клетка, определенные ткани. И, соответственно, он встраивается, опять же, не через любое место, а через специальный тоже вот белок. Так вот так получилось, что вирус умонодефицита человека, который представлен здесь, он заходит в клетку вот через этот самый белок. Для него есть такие своеобразные как бы воротца. Но, оказывается, если у этого белка отделить определенную часть, то есть он становится как бы поломанным, это мутация, то такие клетки, они, в общем-то, становятся недоступными для проникновения ВИЧ. Интересно, что этот же самый белок, он еще и снижает способность заболеть чумой. И поэтому вот такой вариант, он встречается у некоторых жителей Европы, особенно северной Европы, в достаточно часто встречающихся количествах. Потому что, ну, понятно, были средние века, были эпидемии чумы, они-то выкашивали население похлеще, чем любой коронавирус. И, соответственно, те, кто выживал, естественно, выживали те, у кого была больше устойчивость к чуме. И оказалось, что у людей европейской популяции достаточно часто встречается вот такая усеченная версия белка. И оказалось, что если и от папы, и от мамы досталась такая усеченная версия белка, то человек становится устойчивым к ВИЧ. Да, у него вот ВИЧ не проходит. Об этом всем знал вот этот вот человек, которого звали и зовут, собственно, Хэдзин Куй. Да, это, значит, китайский ученый, который решил провести несанкционированные эксперименты по созданию двух девочек-близняшек, в которых он подредактировал как раз этот самый ген. Эти девочки родились, Хэдзин Куй посадили в тюрьму, он буквально месяц назад вышел. Естественно, никакие дальнейшие эксперименты с этими девочками, которые родились, проводить нельзя. Нельзя определить, они устойчивы к ВИЧ или неустойчивы. Но, тем не менее, мы видим, что встречаются уже попытки редактирования генетической информации человека. Ну и мы видим, что здесь дальше уже на решенные технологические всякие задачи накладываются другие задачи. То есть юридические, моральные, этические. И поэтому, вне зависимости от того, являетесь ли вы биологами или нет, может, вы юристы, может, вы представители гуманитарной сферы, это значит, что вам тоже пора задуматься о том, как с этим жить. Потому что долгое время гуманитарии говорили, ну вот вы там в своей лаборатории что-то делаете, вы там продолжаете делать, а мы тут будем думать, что такое хорошо, что такое плохо и так далее. Мы постучали из лаборатории и сказали, что все, мы готовы. Давайте объясняйте, как нам теперь с этим жить. Ну и мы же с вами мифы различные сегодня развеиваем. Можно ли изменить гены взрослого человека? Я сейчас расскажу воодушевляющую историю, которая произошла несколько лет назад. В Германии жил мальчик с так называемым булезным эпидермолизом. Есть такое страшное заболевание, тоже арофанное. Это ситуация, кстати, этих детей называют дети-бабочки. Почему их так называют? Потому что в норме у нас кожа, маленькое введение в анатомию, у нас кожа состоит из двух слоев. У нас есть верхний слой эпидермис и, соответственно, подлежащий слой дерма или, собственно, кожи. У нас эти слои достаточно плотно друг к другу присоединены, то есть у нас ничего друг от друга не отделяется, слава богу. А вот у этих детей в результате мутации, опять же, в одном единственном белке, в одном единственном гене, который отвечает за белок, вот эта вот сцепленность этих двух слоев, она нарушается. И люди рождаются, и практически любое прикосновение к ним, оно приводит к возникновению жутких волдырей. И вот у этого мальчика около 70-80% тела было как раз повреждено. В общем, страшно смотреть. Естественно, мальчик от этого жутко страдал, и вообще эти дети жутко страдают. Поэтому к ним прикасаться очень опасно, поэтому дети бабочки. Что же сделали ученые для того, чтобы помочь этому мальчику? Они взяли кусочки его кожи. Это стандартная практика, когда происходят те же самые ожоги, у людей берут кусочки его кожи и на питательной среде выращивают абсолютно приживляемую кожу, потому что это его собственная кожа, она не вызывает никаких отторжений. А затем взяли и с помощью вирусов внесли генетическую информацию, которая содержала правильную версию гена, который отвечает за правильный белок, который приделывает вот этот один слой кожи к другому. И мы получили лоскуты кожи этого мальчика, у которых все правильно с вот этой прикрепительной функцией. И мальчику эту кожу пересадили, она прижилась и стала нормально, словно говоря, приделываться к подлежащим слоям. Это потрясающая, мне кажется, история про то, как даже такие страшные заболевания при правильном понимании ситуации, при правильном использовании технологий позволяют возвращать качество жизни. И этот мальчик действительно вернул качество жизни абсолютно нормально, он прекрасно себя чувствует. Значит, ну, во всем случае, по данным вот статьи, которая была опубликована в журнале Нечи, у него все было хорошо. Вот, это та радостная нота, на которой я бы хотел закончить историю про то, как генетики читают, пишут и переписывают. Вот, а сейчас я с радостью отвечу на возникшие вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова